Здравствуйте, с вами снова История Дона, и мы продолжаем на том же месте, на котором и остановились, а именно у витрины с фарфором фабрики Кузнецова, я не ошибаюсь. Да, Матвей Сидорович Кузнецов, глава этой корпорации. Но это не просто фарфор, это фарфор, который сейчас бы назвали брендированной продукцией. Вот что, на ваш взгляд, здесь наиболее интересно? Да интересно все. Давайте начнем сверху, где на нас смотрит бравый кавалерист, это Улан. Улан русской армии 1812 года, связано это событие со столетием Отечественной войны 1812 года, со столетием Бородинского сражения 1812 года. И фирма Кузнецова выпустила изображение на тарелках кавалеристов. У нас есть казак, который скачет в зале, посвященному казачеству, а здесь стоит Улан и представляет этот юбилей. Ну а ниже, как мы правильно заметили и отметили, образцы рекламной продукции, которые сейчас в обилии заказывают с логотипом своей фирмы, с логотипом своего предприятия. Они, правда, связаны с не совсем здоровым образом жизни, но, тем не менее, знаменитый Шустов. Шустовская продукция, напитки, отменного качества можно увидеть здесь. А производитель все тот же Кузнецов. Или еще один хабразец, связанный с другой продукцией, с товариществом самого Кузнецова. Это с здоровым образом жизни связанный предмет, но сам предмет рекламирует фирму Кузнецова. А внизу русский стиль. Вот такие шутихи и забавы, которые тоже стали популярными. Ну, тоже время Александра Третьего. Это вот такие знаменитые кружки под названием «Напейся, не облейся». Вот Петровское время опять вспомнилось, когда Петр любил пошутить. Вот эти фонтаны, шутихи и то, что творилось на Петровских ассамблеях. И когда наливали в этот сосуд, то вода в определенный момент, ну, наверное, не совсем вода, начинала обливать пьющего из такого сосуда человека. Да, и можно было пошутить. Вот одна из самых интересных витрин – это продукция, предметы, товары, которым торговал дом Великанова, правильно, в Ростове. Это был большой универсальный магазин. Или это была небольшая лавка, но в ней было все. Что это был за дом Великанова, что он продавал, что я, вот, допустим, я домохозяйка, я могла бы там приобрести. Продукция, которой торговал Семен Иванович Великанов и его фирма «Торговый дом Великанова», которая существовала в Ростове с 1840 года, как было сказано на его рекламе. Сам Семен Иванович выходец из семьи крепостных крестьян. Первый, кто начал заниматься торговым делом – это его отец. И в документах, и в книгах он значился в приписанном к купеческому сословию с 11 лет. А сам Семен Иванович развернул свое даже не производство, а торговое предприятие, которое в своем фирменном магазине, который находился на улице Московской. Там было целое подворье, которое выходило одним фасадом на Московскую, а другим фасадом на улицу Тимирниску. К сожалению, дом этот утрачен. Во время Великой Отечественной войны, вот опять тема войны, ну ничего не поделать, такова наша история. И мы возвращаемся к этой больной и кровоточащей для нас постоянно, как для музейщиков и для историков, теме. Дом этот был разбомблен во время штурма и освобождения оккупации Ростова. И мы не можем увидеть его сегодня. Но образцы продукции, которая продавалась в этом магазине, и не только. Потому что сам Семен Иванович торговал не только фарфором, а различными изделиями из керамики, меди, бронзы, подсвечники, посуда. То есть все для дома. Керосиновые лампы, сухие цветы, даже изделия из дерева, как значилось в его рекламе. И особо ценилась из того длинного списка эта посуда, которую Семен Иванович никогда не производил. Он замечательно торговал. Это пример ростовского торгового купечества. Заказывалась посуда у тех же российских производителей. Ставились клейма, торговый дом Великанова. А, он ставил свое клеймо, понятно. На разном этапе, вот как писали тогда на торговых марках, да и на многих сейчас, произведено по заказу. А затем уже, ничтоже сумерщицы, ставили клеймо торговый дом Великанова. Ростов на Дону. Предприимчивые ростовцы. Абсолютно верно. И вот она продукция торгового дома Семена Ивановича Великанова. Это масленки? Масленки в виде голубей. Мы видели вот такую же аналогичную Кузнецовскую. И вполне возможно, что одно из тех же предприятий, о которых мы говорили, производило по заказу Семена Ивановича Великанова. Но почему бы нет, заказ оплачен. Здесь с наценкой такая посуда продавалась. Но она пользовалась популярностью и в Ростове, и в Екатеринославской губернии. И в области войска Донского, куда войдет наш город с 1887 года, этой посудой торговал Семен Иванович. Торговали его приказчики. У нас в музее хранится целая фотография, где во главе Семен Иванович. И внизу фамилии, которые одинаковые. Это такая семейная династия людей, которые работали с этим человеком. Говорит о многом, потому что служит несколько поколений у одного хозяина, у одного купца, который, вероятно, и сам хорошо относился к своим подчиненным, к своим наемным работникам. Ну, а посуда она ничем не уступает европейским, потому что что-то он заказывал, говорили и во Франции. Производили ее на мануфактурах, которые этим занимались профессионально. А здесь торговля. И очень хорошо торговля эта шла. К сожалению, как вы сказали, здание магазина торгового дома Великанова утрачено. А что-то сохранилось, что мы могли бы, допустим, гуляя по городу, отметить для себя? И это связано вот с Великановым. Сохранилось несколько домов, несколько строений, недвижимости по Соборному переулку. Потому что Великанов вкладывал и в недвижимость. А тот торговый дом, который, к сожалению, мы сейчас не можем увидеть. Но привет из века 19-го, начала 20-го. И воспоминания о жизни и деятельности в Ростове Семена Ивановича Великанова и его семьи, его домочадцев. Это дом, в котором сейчас находится ростовское училище имени Грекова. Когда-то в этом особняке находилась библиотека имени Карла Маркса, ныне переехавшая на Пушкинскую улицу. И вот этот особняк, по разным сведениям, принадлежавший или строившийся для дочери или супруги Семена Ивановича Великанова, мы можем увидеть вместе с частью сохранившегося подворья, практически во всем великолепии, в котором он и был построен в начале 20-го века. К сожалению, там нет мемориальной доски, что связывает его с торговым домом Великанова. Да, там есть то, что это училище имени Грекова. Ну, я вот выдам, наверное, небольшой секрет. Это одна из моих самых любимых витрин в этой экспозиции, потому что здесь представлен советский агитационный фарфор. Он потрясающе интересный. Я в мире не знаю других примеров, подобных советскому агитационному фарфору. А что, ну, можно вот о нем подробнее, да, и что здесь есть еще? Ну, говоря о самом советском фарфоре, здесь в целом витрина посвящена советскому периоду. Здесь мы перевернули страницу истории после 1917 года, после 1920 года окончания Гражданской войны в России и производство фарфора на тех же, по сути, предприятиях, которые и не прекращали свою работу того же товарищества Кузнецова. Те же предприятия, те же фарфоровые производства, те же производства, которые работали в Подмосковье, в городе к тому времени, который стал Ленинградом, и производили все тот же фарфор, который когда-то производили для императоров и для всей России, и теперь производили вот такой агитационный советский фарфор. Действительно, очень интересная страница истории агитации и пропаганда молодой советской республики, изначально РСФСР, а в дальнейшем СССР, и представлен здесь с лозунгами, с тем, чем жила молодая советская страна. Ну вот хочу вам сказать, что некоторые лозунги сегодня для нас звучат абсолютно непонятно, да? Вот на одном из предметов, например, написано «Сдвинем лезвие, восстановим хозяйство». Что это значит? Ну это лезвие производства. С левой стороны у нас сельское хозяйство, с правой стороны у нас кожные мануфактуры, производство посуды и производство машин. То есть имелось в виду лезвие, которые резали до чего-то производственное. А вот есть прямо практически реклама «Главмолоко». Да, очень часто и даже в поездах, мы же помним наши путешествия в поездах, там, где посуда нашей железной дороги, рисовали на ней логотип наших железных дорог. Вот здесь тарелка, посвященная рабоче-крестьянской Красной Армии. Сама такая посуда, она была более дешевая, потому что здесь мы видим много фаянса. Она дешевле. Дешевле, дешевле для того, чтобы ее можно было и побольше продать, и подешевле купить. Все-таки годы после Гражданской войны, годы разрухи диктовали свое. И вот даже видим мы по качеству этот самый фарфор первых лет советской власти. Он совсем другой. Он такой немножко отличающийся от тех образцов, которые производились в Российской империи. Он более дешев. Ну, опять же, массовость плюс годы Гражданской войны, когда и какие-то предприятия пострадали, и работники побывали в гарнире Гражданской войны с обоих сторон воюющих лагерей. Он был вот такой и с рисунками в стиле конструктивизма. Вот круглая, с изображением звезды. Это шкатулка, мыльница. Что это? Это масленки. Да, по сути, это та же посуда, которая использовалась до революции, только теперь с такими советскими символами. Вот с точки зрения агитации пропаганды. И моя любимая здесь вот эта голова Карла Маркса. Ну, это чистая сувенирка, чистая сувенирная продукция, но он потрясающе смотрится. Перешли на изготовление вдохновителей, будущих вождей мирового пролетариата. Это фарфор тоже, да? Фарфор – это тот же советский агитационный фарфор, произведенный на тех национализированных заводах бывшей Российской империи. Могу сказать, что вот советский этот фарфор, он же очень хорошо известен во всем мире. О нем много говорят знаменитые художники, принимали участие в создании орнаментов, в создании изображений. То есть он так особняком стоит, мне кажется, во всем искусстве вот того времени. Это да. Но говорить о том фарфоре, который получал призовые места на всемирных выставках, нам надо подойти к следующей витрине, которая посвящена продукции знаменитого Ленинградского фарфорового завода, преемницы того самого Императорского фарфорового завода, который, как Ленинградский фарфоровый завод, гремел на всю страну и за рубежом. Мы стоим у витрины знаменитого советского предприятия Ленинградского фарфорового завода. Здесь помимо фарфора можно увидеть и фаянс с надписью «Ряженка и молоко», вот такие сосуды, в которые наливалось кислое молоко, и более изящные сервизы, которые, кстати, стали выпускать по эскизам и рисункам, производимых в Российской империи. Потому что после агитации советской начала 20-х и начала 30-х годов, после Великой Отечественной войны, все-таки хотелось какого-то изящества. И вот они образцы, которые мы видели европейский фарфор в нашей первой витрине. Мы видели те изящные чашки и блюдца. И здесь по эскизам, по сохранившимся изображениям, фотографиям, да по сохранившейся самой посуде были сделаны, по сути, реплики, более современные, более, возможно, дешевые, но, тем не менее, не лишенные вот такого изящества 18-19 века. А чуть ниже это знаменитое советское производство, знаменитый ленинградский кобальт, связанный тесно с кобальтовой сеткой, которой здесь нет, но есть похожая на нее золотая сетка. Это то, что принесло популярность продукции ленинградского фарфорового завода как в нашей стране, так и за рубежом. Ну, вообще известен факт, что в 1958 году знаменитое производство ленинградского фарфорового завода было удостоено золотой медали на всемирной выставке в Брюсселе. И знаменитая кобальтовая сетка художницы Яцкевич заняла достойное место, которое создавало ее в 1944 году, еще в блокадном Ленинграде до освобождения. Она придумала такой ход, когда ей не понравилось вот такое традиционное изображение золотом, написать вот этим синим кобальтом, который получался в результате вот этого воздействия и обжига. И появился вот этот знаменитый ленинградский синий кобальт. А вот такие чашки во многих домах есть и сейчас у нас, были у наших родителей, у родителей их родителей. Это было насыщение продукцией, хорошего качества, но также примерно, как работало кузнецовское товарищество, только уже в советское время. И это считалось таким эталоном по выпуску фарфора в СССР. Вот такие изящные кофейные сервизы достаточно хорошо продавались и высоко ценились и являлись в какой-то мере тем самым знаменитым советским дефицитом. Забавная фигура в этой витрине – это Шаляпин. И, видимо, очевидно, в роли Бориса Годунова. Шаляпин, кстати, приезжал в Ростов, давал здесь концерты. А что это за направление фарфора, когда изготавливаются именно характерные фигурки? Ну, в целом, витрина посвящена малой пластике. Она очень любима посетителями, посетителями всех возрастов, потому что здесь кого только нет. И сама малая пластика, она достаточно забавная, она такая теплая, душевная, очень привлекательная, притягательная. Здесь, помимо Федора Ивановича в образе царя Бориса, можем увидеть и знаменитых литературных героев, героев литературных произведений, сказок. Каждый выберет и узнает от русских народных сказок. Вот я увидела кубанца, наверное, который танцует. Да, кубанский казачок – такая забавная фигурка. Они в основном здесь, фигуры, которые представлены в этой витрине, произведены уже в советское время и теми же бывшими национализированными предприятиями заводов Кузнецова, и на том же Ленинградском фарфоровом заводе, и другими производствами в СССР. Вот такой фаянс, фарфор в формах малой пластики, который выпускался в достаточно больших количествах. Они продавались в магазинах, продавались рядом с посудой. Покупались их, любили дарить в качестве сувениров. Если это были изображения, например, жителей наших союзных республик, мы можем увидеть их здесь. Это им малочисленные народы. Это абсолютно советская традиция? Или до революции подобная традиция тоже существовала? Была и такая традиция. Вот рядом с нами есть витрина, там есть как раз европейские производители конца 19-го, начала 20-го века. Они выпускали такие пасторальные фигурки. Но вот именно в СССР вот так развернулась мифологическая, сказочная тема, тема литературных героев. Тема, которая сошла со страниц книг, сказок, книг наших писателей, наших литературных классиков. И очень качественно и красиво это было сделано. Смотришь, радуйся, вспоминаешь. Насколько я понимаю, они очень большой интерес для коллекционеров представляют. Сейчас, да. Это огромное направление коллекционирования, вот малой пластики, да? Да, вот такая малая пластика сейчас как популярна среди коллекционеров, так имеет свое направление. А что редкое? Что самое редкое вот здесь? Здесь вот такие дореволюционные фигурки, которые были изготовлены впервые в Российской империи. Здесь можно прочитать, вот, Абдорский, Остяк, вот те самые Остяки, жители Сибири, малочисленные народы. Вот здесь мы видим уже советские. И сравнить с теми дореволюционными изображениями, которые выпускались неоднократно. Первый заказ времен Екатерины II, в дальнейшем это было связано с переписью населения Российской империи. И тот же Гарднеровский завод подхватил эту тему. И были выпущены несколько десятков таких фигурок, которые представляли практически все население Российской империи. Была большая коллекция, были все фигурки. Это было уже конец 19 века. Но, к сожалению, многое из них было утрачено в годы революционного рихолетия. Достаточно большая коллекция хранится в том же государственном Эрмитаже. И вот два таких представителя коренных народов. Их потом, говорят, переливали и переделывали уже и в советское время. Но здесь сразу бросается в глаза достаточно подробность в этих фигурках, как они изготовлены. Это, по сути, такие тщательно проработанные миниатюры, которые роднят нас с военно-исторической миниатюрой. А в советское время она была более простая, но не менее от этого не потерявшая душевность и свою теплоту. А вот эти самые фигурки, которые я вижу, о которых вы говорите, которые до революции производили. Производил ли тот самый Кузнецов, о котором мы так много говорим, который делал массовые вещи? Делал ли он подобные вещи? Нет, Кузнецов не производил. Если мы говорили о тех фигурках, посвященных населению Российской империи, это императорский фарфоровый завод, это фирма Гардера, которая, кстати, в 1891 году была выкуплена в наследниках Кузнецовым. А еще одно из ноу-хау, использовавшимся Кузнецовым, и повлиявшее на массовость его производства, это не роспись посуды, а переводные картинки, которые заменили труд художника, увеличили количество производимой посуды, которая оформлялась именно переводными картинками. Также, подсмотрев на других аналогичных производствах за рубежом, он принес ноу-хау, и это были... Прогрессивный коммерсант, почему-то напрашивается аналогия вот с конвейером, с Генри Фордом, да, то есть он упростил труд, упростил производство. Даже наоборот, это упрощение производства у Кузнецова влияло на количество рабочих. Еще очень интересный факт, связанный с Кузнецовым. Он набивал браком разбитыми частями своих продукций старые производственные цеха, поджигал их и на выплаченную страховку строил новые, более просторные, строил жилье для рабочих, школы, училища, а особо отличившихся и выделявшихся на фоне всех остальных детей своих работников или тех, с кем он общался, отправлял в Строгановское училище обучать производству и росписи. Вообще-то он мошенничеством занимался, поджигал и получал страховку. Но ничего тут такого не было из ряда вон и ах плохого, потому что, во-первых, он утилизировал свой брак. То есть это почти официально? Да, и уничтожал уже отжившее имущество. Здесь не было под покровом ночи он пробиравшийся со своими приказчиками. То есть все это легально свозилось на телегах, загружался старый цех, он поджигался, глина, она имеет свойства при соприкосновении с огнем. Это все убиралось, расчищалось, и на этом же месте по страховым выплатам страховых компаний начиналась отстройка нового цеха, новые рабочие места, новые рабочие, которые увеличивалось и производство, и количество работников на его заводах. Продолжаем о малой пластике, которая была богата и разнообразна как в нашей стране, так и за рубежом, но отечественная малая пластика, вот она представлена здесь знаменитыми литературными героями. Сразу узнаем и сказки Пушкина, и героев Гоголя, которые смотрят на нас, а ниже связанная с куклами, не случайно здесь родители и дети, вот та европейская малая пластика, о которой мы говорили, вот такая кукольная головка. Собственно, куклы, которые изготавливались до начала 20 века, когда не было вот таких композитных материалов, они имели вот такие головки и буквально ручки кисти, все остальное делалось из ткани и набивалось или войлоком, или конским волосом, потому что не было никаких ни синтепонов, ни запекаемого пластика и резины. И вот сама кукла выглядела именно так, пошитое платье, ручки и головка. А здесь кукольная посуда, которую производили на тех же заводах и фабриках, которая производила фарфор ни для игры, ни для кукол. Он абсолютно такой же, изготавливался теми же мастерами и теми же художниками, расписывался, и только это для игры для детей. И вот они, детки с родителями. А внизу анималистика, та же малая пластика в огромном количестве, производимая на тех же заводах и фабриках Советского Союза. Здесь как такие сказочные и сошедшие с открыток, вот опять же новогоднюю тему вспомним, вот такие зайчики и мишки, так и достаточно хорошо проработанные животные, вот такие замечательные охотничьи собаки, которые занимаются своей непосредственной охотничьей работой, для которой была выведена эта порода. Ну и завершить этот выпуск программы хотелось бы около витрины, которая посвящена непосредственно Донскому краю, Донским пейзажам, узнаваемым каким-то нашим фольклорным фигурам. Что это за фаянс? Это же не фарфор, правильно? Это фаянс. Это фаянс. Фаянс, произведенный, расписанный художниками, мастерами, одного из известнейших производителей, но сейчас знают его как производителей сувенирной продукции, которая пользуется большой популярностью. Находится это производство в Ростовской области. Оно было выделено из производств, которые в этом городе существовали после Великой Отечественной войны. И одно из этих производств, которое делало совершенно такие утилитарные вещи к моменту создания и открытия в начале 70-х годов именно этого производства, это были пепельницы, плевательницы, посуда совершенно такая, которая использовалась как в быту. Честно сказать, я бы даже и не опознала в них какие-то донские вещи. Эта часть истории мало кому известна. Мы именно специально сделали так, что внизу этой витрины современная продукция данного производства, которая делается, открывает страшную тайну, барабанная дробь даже неизместной глины. Но история с производством неизместной глины – это еще история и российской имбирии. Ко времени царства Николая I в Россию стали ввозить импортную глину. Она или не нравилась производителям, или это было связано с коммерцией. Мы сейчас не будем касаться этого. Ну, конечно же, казак, я так понимаю, это дед Щукарь. И вот все, знаете, я подумала, что это своего рода агитационная посуда, но она агитирует нас приезжать в Донской край, знать о нем больше, любоваться его красотой, его пейзажами. Спасибо вам большое, потрясающе интересная экскурсия. Спасибо.